Роберт Вегнер Глава 21 Каэлян натянула повод, свистнув, что была сил, развернулась едва ли не на месте и голопом помчалась назад. Только бы подальше от стены огня, которая через миг выросла там, где оказался бы ее наступающий отряд. Подальше от огненного круга, от адской жаровни, не дававшей ее людям добраться до чародеев и выпустить им кишки, она развернулась в седле и послала себе за спину три стрелы. Все заскворчали и исчезли в короткой вспышке, в которой их пожрали вставшие с земли языки пламени. Еще несколько всадников повторили ее действия с тем же результатом, но по крайней мере они заставляли магов расходовать силы, а именно для этого они, демоны его побери, тут и были. Они оторвались голопом, прижавшись к лошадиным шеям, уже не расходуя стрел, остановились у линии деревьев, выровняли ряды, радостно поглядывая по сторонам. Им снова удалось, никто не получил стрелу, никто не приблизился к врагу настолько, чтобы попасть под магический огонь, ни один конь не сломал ногу, мчасть по неровной земле. Несколько взглядов и улыбок были, кажется, предназначены именно ей, но Каэлиан не имела ни сил, ни желания нежиться в лучах славы, они еще не закончили работу. За спиной раскинулся кусок выжженных джунглей, почерневшая земля, тут и там тянущая к небу обрубки обугленных стволов. Над ней вставали дым и пыль, поднятые конскими копытами до вонючей испарения. Примерно в пятистах ярдах, на вершине невысокого холма, коронованного нынче невысоким валом и кое-как сколоченным чистоколом, стояли чародеи. Не больше полудежины, под защитой нескольких десятков отчаявшихся солдат. Несмотря на усталость, она хмуро ухмыльнулась. Не задалась и высота каублётки, правда? Да, ничто не пошло так, как вы ожидали. Она осмотрелась, перехватывая несколько выжидающих взглядов. Ее отряд. Тридцать с небольшим всадников, которых дал ей поры Лун-Тхара, главным образом ветеранов большой войны с кочевниками, мужчин, каждый из которых годился ей в отцы. Такова была невольничья кавалерия. Смесь сек охландийцев, воинов разных степных племен и мейкханских солдат. Ветераны. Профессиональные солдаты и обученные с детства наездники. Опытные и знакомые с войной. Сперва они не желали ее даже слушать. В первую атаку пятеро из них спеклись живьем в магических огнях, поскольку проигнорировали ее приказ. Во второй и третий она потеряла еще по одному дураку. Потом они научились доверять ей, а может поверили в ее умения. Поверили, что светловолосая соплячка, выглядящая на своем огромном жеребце, как безумное дитя, собравшееся на прогулку, и правда часть Чаордана Лоскольника и действительно умеет почувствовать, куда ударит магия. Берде вскулил и порыкивал где-то в глубине ее сознания. Мир, на который она смотрела через связь с псом, имел меньше цветов, зато обладал куда более интенсивными запахами и приобретал большую глубину. Она видела, нет, это неправильное слово, не столько видела, сколько обоняла, чувствовала во рту и носу собирающуюся силу, и перед ее разрядом, перед взрывом жара, который, казалось, мог поджечь саму землю, она замечала темные полосы, висящие в воздухе, видела, как они сплетаются, танцуют и, будто сжатые гигантским кулаком, внезапно сокращаются до тонких нитей, чтобы через миг вспыхнуть пламенем. Этих мгновений хватало, чтобы избегать магических атак, и чтобы ее отряд начал испытывать к ней доверие. Но ценой оказалась жизнь нескольких человек. Встает, сучья ублюдки, тьфу, уменьшают дистанцию. Мужчина, который обронил эти несколько слов, сопровождавшихся солидным плевком, стал ее официальным заместителем. Представился горшком, и этого должно было ей хватить. Не казался кавалеристом. Низкий, в два раза шире ее в плечах, с длинными руками и короткими ногами, он напоминал какого-то карлика, беглеца из театральной труппы, но на коне держался, словно вросши в седло. «Уменьшают», — кивнула она равнодушно. «Но все еще слишком далеко. Сколько у вас стрел?» «Восемь!» «Дюжина!» «Шесть!» «Девять!» — посыпались ответы. Половина всадников имела луки, захваченные у соловьев, впрочем, достаточно неплохие. Но вот со стрелами было куда хуже. Приблизившись к позиции чародеев на расстоянии выстрела, они всякий раз посылали им несколько напоминаний от себя, чтобы заставить магов сконцентрироваться и подольше пользоваться силой. Уставший колдун, мертвый колдун, а им очень хотелось поубивать этих сучьих детей. Где-то в стороне, из-за клубов дыма и влажных испарений, которыми воняла обожженная земля, они услышали вопли и нарастающий топот копыт. Очередная группа конницы восставших шла в атаку. Судя по протяжным, ввинчивающимся в уши боевым воплям, в ее главе была Дагена, ей предстояло занять чародея в какое-то время. — Ты? — Каэлян указала на самого младшего из отряда. — Да, ты. Как тебя зовут? — Авон. Мужчина, который все равно выглядел лет на десять старше ее, улыбнулся неуверенно, словно бы его смущало уже то, что она обратила на него внимание. — Хорошо, Авон. Пойдешь к этому вашему молнии и привезешь как минимум десяток колчанов. Полных колчанов. Галопом. — Но голопом давай! — рявкнула она, обердев, соединенный с ее душой, глухо поддержал ее. — Он лучше понимал эти дела самцов, эту иерархию, и то, что для чести этих всадников принимать приказы от какой-то девки все еще было чем-то неестественным. Ей хотелось кинуться на глотку этого дурака и в короткой схватке клыками и когтями раз и навсегда выяснить, кто тут главный. Она встряхнулась. В дуночного боя, в джунглях, во тьме, затянутой клубами дыма и просвеченной время от времени багровым отблеском пламени, подхлестываемого магией. Каэлян свернула влево и повела свой отряд чуть в сторону. Уже успели научиться, что не очень разумно атаковать два раза подряд с одного и того же направления. — Поделитесь стрелами по шесть на луг. Теперь бьем в них, как только окажемся на расстоянии выстрела. Горшок выпрямился и четко отдал честь. — Слушаюсь! — а потом насмешливо подмигнул ей. Она лишь скривилась, слишком уставшая, чтобы отвечать. Потянулась к фляге и сделала последний глоток. — Проклятие! Надо бы послать человека за водой! — Проклятущие джунгли! Проклятущий бой! Проклятущая мать ее ситуация! А ведь они не должны были вмешиваться! Предполагалось найти рабов, выведать, что планируют, вернуться. Но когда атаковали лагерь кровавого Кахелли, все рухнуло. Вдруг оказалось, что их проводники исчезли, а Чаордан оказался на пути армии, что перло к центру лагеря повстанцев. Сперва они пошли голопом на север, ища там дорогу к бегству, когда перед ними появилась без предупреждения стена огня. Дагена крикнула что-то и бросила в нее один из своих амулетов. Пламя отдернулось и приугасло, а они пробились на другую сторону, на большую поляну, где догорали остатки палаток и жалких шалашей, а землю устилали тела. Много тел! Вокруг вдруг засвистели стрелы, раздались гортанные оклики, и прямо на них вышла шеренга бронированной пехоты. Они отскочили, шагов сто летя вдоль стены щитов и стреляя из луков так быстро, как только могли. Стрелы били в дерево, несколько нашли щели в рядах пеших, но Каэлиан не заметила, чтобы кто-то из пехоты хотя бы покачнулся. Потом они ворвались между деревьями, склоняясь в седлах и пытаясь не потеряться и не дать веткам сбросить их на землю. Через несколько минут они столкнулись с отрядом кавалерии под командованием самого Парелун Дхара и получили немного сведений. Враг шел с запада, с севера и юга, окружая главный лагерь рабов полукругом огня и стали. Восток пока что был чист, но даже дурак догадался бы, что план врага состоит в том, чтобы вытолкнуть повстанцев на восточные равнины, где кавалерия, выйдя из густого леса, разнесет их в пыль, а слоны втопчут в землю. Они еще не знали, кто напал, но это была регулярная армия. При поддержке как минимум полутора десятков магов, кровавый Кахелли организовал сопротивление, а горсточка конных и легкая пехота должны были купить им время, даже если придется всем тут полечь, бывший молния дико скалился, передавая эти вести. Лоскольник на это лишь улыбнулся и разделил Чаордан. «Если нельзя бежать, нужно драться, и лучше не рисковать тем, что весь отряд погибнет в одной стычке». К тому же получалось, что они чуть ли не единственные обладали умениями, которые могли хотя бы немного уравнять шансы. Каэлиан даже не представляла, что битва может идти настолько хаотически. Если бы не Бердеев, уже после первой стычки джунгли поглотили бы ее и не выпустили. Но благодаря духу пса она всегда знала, где находятся вражеские маги. Их линия выглядела состоящей из полутора десятков багровых жемчужин, окружавших лагерь рабов с трех сторон, а потому она примерно понимала, где следует отступать, а где атаковать. Это была по-настоящему длинная ночь. Но потихоньку она подходила к концу. Удар по лагерю невольников оказался самой большой ошибкой, допущенной командиром наступавшей на них армии, а его атака, даже поддержанная чарами, завязла на склонах укрепленных холмов, в узких долинках между ними, в схватках с врагом, который, несмотря на то, что был пойман врасплох, не впал в панику и разбежался. Потому что в дело вступила еще одна вещь, которую нападавшие не предвидели. Отчаяние и ненависть к хозяевам вместе с мейкханской дисциплиной и упорством, этого дальний йог еще не научился уважать. Чародеи дали атакующим преимущество только в начале, когда можно было использовать боевые заклинания большой силы, но потом, когда отряды перемешались, когда дошло до боя лицом к лицу, щит в щит, маги могли помогать своим только иногда, вблизи, при этом сами рискуя жизнью. Там, где они уже выжгли лес, возникли обширные дымящиеся поляны, на которых невольничья пехота, все еще остававшаяся многочисленной, вполне могла использовать свое преимущество. И через пару часов напор врага, вместо того, чтобы вызвать хаос, рассеять бунтовщиков и вытолкнуть их из леса, замедлился, потом встал на месте, чтобы, наконец, где-то около полуночи полностью сломаться. В схватке, шедшие ночь напролет, быстрые и кровавые, словно партизанская война в степях, окончательно разделили атакующую армию. Отряды пехоты, кавалерии и лучников начали терять контакт друг с другом, отчаянно обороняясь в отдельных группках, после чего их вырезали под корень или они убегали вглубь джунглей. Сейчас, утром, осталось только несколько точек сопротивления. Таких, как это. Ветер на миг развеял клубы дыма, и они увидели, как по другую сторону выжженной поляны несется отряд в два десятка человек, раз за разом стреляя из лука в сторону возведенных на скорую руку укреплений врага. Перед атакующими вдруг появилась стена пламени высотой в несколько локтей и, быть может, вдвое шире, но потом мигнула и погасла, прикрытая густым, словно сметана туманом, который материализовался из ниоткуда и мгновенно пожрал ее. Даг неистовствовала. Ее всадники засвистели, закричали насмешливо и отошли влево, в сторону леса. Каэлиан остановила свой отряд, вскинув руку, оценила расстояние, на которое приблизилась к врагу группа Дагены. Двести пятьдесят ярдов? Может, и меньше. Чародеи должно быть по-настоящему устали, и они в отчаянии. Отчаяние и чары. Просто чудесно! Она сделала ладонью круговое движение. Готовься! Могла не оглядываться, зная, что всадники позади выстраиваются в линию, делаются серьезней, поправляют на тетивах стрелы. Стоять! Стоять и ждать! Посланный за стрелами всадник выскочил из леса в сопровождении лоскольника и еще нескольких всадников. Хадар? Заканчиваем, дочка! Вождь Чардана выглядел настолько же уставшим, как и она. Кахель-Савкирху хочет задавить их остатки до полудня. Сейчас мы их добьем. Мы? Она красноречиво оглянулась на свой отряд. Было их маловато для главного удара. Всадники, ее и дагены, могли отвлекать чародеев, не позволять им отступить или отдохнуть. Но сама схватка с окопавшейся пехотой могла стоить слишком дорого. И с какого это времени геннолоскольник принимал приказы какого-то лейтенанта? Не мы, мы только облегчаем работу. Идут они! Кхадар махнул в сторону леса. Они выходили шестерками, словно их выплевывал мрак, притаившийся под кронами деревьев. Мощные, черные, как ночь, почти голые, если не считать набедренных повязок. В руках держали оружие, похожее на косы на коротких древках, с дополнительным крючковидным отростком в нижней части клинка. В аварии Нахс. Дважды за эту ночь Каэлиан видела, как они сражаются. Раз с тяжелой пехотой, раз с кавалерией. Проходили сквозь строй врага, словно жнецы сквозь зрелое поле. Их косы резали щиты, броню и тела. На ее глазах один из черных воинов широким ударом разрубил напополам коня, отделяя зад животного сразу за седлом. Разве что тогда они носили кожаный нагрудник и шлемы. «Пойдут голыми?» «Так можно и пострадать». «Тихо, девушка. Смотри. И учись». Появилась группа носильщиков, которые на длинных шестах держали стеганые панцири и кувшины с водой. Воины без лишнего слова принялись надевать толстые штаны и кафтаны, что опускались ниже колена, с длинными рукавами, окручивали головы ярдами материи, оставляя только щели для глаз. Все одежды обильно поливались водой, некоторые еще и взяли тяжелые обтянутые мокрой тканью щиты. «Хадар, они в курсе, что делать?» «Они уже сражались с колдунами Дальнего Юга. Здесь, рядом с оком, доминируют аспекты огня. В этом есть и сильные, и слабые стороны, и...» «Погоди. Сама спросишь». Один из воинов подошел к ним, хлюпая и оставляя на сожженной земле мокрые следы. «Проклятие! Вот же он огромный! Каэлиан на коне была едва-едва выше его!» «Сперва пойдем потихоньку, девушка!» В аварии Нахс открыл лицо и обратился к ней на Миякхе, хотя его имперский был жестким и шершавым. «Потому что в этом долго не побежишь. На какое расстояние они мечут чары?» Она взглянула на лоскольника, приподняв брови. «Я сказал им, что ты и Дак командуете». «Ну да. Видишь те стволы?» Она указала на обугленные обрубки примерно в половине пути до шанцев. Вот уже час они не бросали чары дальше, чем до этого места. «Могут притворяться!» «А ты бы притворялся?» На черном лице расцвела жемчужная улыбка. «Ну да. Война. Танец и верток». Она вспомнила начало сражения. Сила тогда собиралась быстро, за один-два удара сердца, а ее ленты мгновенно истончались в нити. Само пламя было высоким и широким, а стены огня даже пытались гнаться за убегающей конницей. Теперь между сгущением аспектированных огнем чары и вспышкой пламени проходило несколько минут, а сам процесс инициации огня шел втрое дольше. Несколько раз даже не достиг результата. «Не притворяются», — заявила она решительно. «Но...» «Раненая гиена в норе опаснее, чем сумбры, который сражается за самку». «Ну, примерно так, чем бы оно ни было. До тех стволов можешь идти медленно, но потом я советую бежать. Мы станцуем с ними, отвлечем внимание, может, подергаем их чуть подольше, но остальное будет в ваших руках и в ногах тоже». Она повернулась к лоскольнику. «Стрелы бы пригодились, Кхадар». Командир молча потянулся к колчану и подал ей горсть стрел. Садники его сопровождавшие поделились тоже. «Теперь у ее отряда было подюженье выстрелов на лук. Должно хватить». Она повернулась к черному воину. «Когда они захотят ударить по нам чарами, я подам такой знак». Она подняла руку с луком. «Тогда у вас останется удар сердца, чтобы сделать то, что вы в тот момент делаете. Они устали, а потому думаю, что подпустят вас как можно ближе и в последний момент используют все, что у них будет». Уавари Нахс кивнул, на этот раз без улыбки. «Хорошо, мы будем смотреть. Ударим по центру, потом вы следите, чтобы никто не убежал в лес». Она пожала плечами. «Не учи меня сидеть на коне». Он только скривился и молча пошел к своим. Влажный след тянулся за ним, словно слизь за большим слезняком. «Все целы, Кхадар». Лоскольник подкрутил усы. Лея получила стрелу, но кольчуга выдержала, только ребра побиты. Янны позволил зацепить себя по ноге. «Ничего серьезного, если не будет заражения. Но с сарденом худо». Девушка почувствовала укол беспокойства. «Кашкадур? Что с ним?» Кхадар улыбнулся одними глазами. «Какое-то дерево стянуло его с седла. Приземлился в колючем кустарнике. Когда я его видел, он выглядел так, словно провел бой с дюжиной котов. Его гордость!» Она прервала его взмахом руки. «Не пугай меня так, Хадар». «Переживаешь за него?» «Не за него. Но Лея выцарапала бы себе глаза от жалости». «Ну ладно». Каэлиан обвела своих людей взглядом. «Готовимся!» «Готовимся!» Субтитры создавал DimaTorzok